Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Скажите мне такую вещь, как мы обычно выражаем свое согласие с нашим собеседником без слов? Правильно, мы киваем головой. А если использовать слова для выражения согласия или одобрения в китайском языке, то обычно это такие выражения, как но кроме этих простых выражений есть еще фразы более развернутые, которые также можно использовать для выражения согласия или одобрения в китайском языке. Например, выражение переводится как вот именно. Следующее выражение Натанжанла. Тогда конечно, конечно, Натанжанла. Выражение Нишодат Хайтуэйла переводится как так точно. Дословно, если перевести, обозначает ты говоришь так правильно. Нишодат Хайтуэйла. Выражение Нишодат Хайтуэйла переводится как ты совершенно прав или то, что ты говоришь имеет здравый смысл. Нишодат Хайтуэйла. Нишодат Хайтуэйла. Следующее выражение Войеши Джемассианда. Переводится как я тоже так думаю. Войеши Джемассианда. Следующая фраза Кхэпушима обозначает совершенно верно, еще бы, именно так. Кхэпушима. Выражение Нахайоншо обозначает и не говори. Это безусловно, очевидно. В дословном переводе. Об этом еще надо говорить. Нахайоншо. Об этом еще надо говорить. Об этом еще надо говорить. Следующая фраза Шэйшо пушина. Не спорю, ты совершенно прав, ты абсолютно прав. Если дословно, то кто сказал нет? Кто сказал нет? Шэйшо пушина. Шэйшо пушина. Иногда люди хоть и соглашаются с чем-то, но делают это совсем неохотно, в силу каких-то обстоятельств. И при этом в таких выражениях есть противопоставления. Давайте рассмотрим примеры. Выражение Че Хуа Суэжан Туэй Пу Ко. Это выражение переводится как Следующее такое выражение Это выражение переводится как В ваших словах нельзя сказать, что нет здравого смысла. Следующее выражение Переводится как Я, конечно, верю вашим словам, но И еще одна такая фраза В своих словах есть определенный смысл, но То есть вы видите, что Используя такие выражения, вы вроде как соглашаетесь со своим собеседником, но все же не очень. У вас есть какие-то вопросы. Когда мы хотим согласиться с мнением или одобрить предложение нашего собеседника, мы обычно в китайском языке используем такие фразы, как А какие же еще есть выражения, чтобы можно было избежать постоянного Итак, давайте рассмотрим примеры Первый Переводится как Так и поступим Следующая фраза, которую можно использовать, звучит Тогда мы договорились Так и поступим Эта фраза переводится как Послушаем тебя То есть поступим так, как ты говоришь Следующее выражение Дословный перевод этого выражения Сделаем согласно тому, что ты сказал То есть сделаем, как ты сказал И еще одно выражение звучит как Это устойчивое выражение И переводится как Договорились По рукам Иногда такое согласие или одобрение Вовсе неохотное Итак, давайте рассмотрим пример Очень хорошее выражение Вот это вот Это устойчивое выражение И переводится как Чтобы такого больше не было Следующая фраза Эта фраза переводится как Раз уж все не против Мне лучше тоже согласиться То есть видно, что вроде как вы и не за Но видите, как все не против И понимаете, что вроде как выбора особо нет И поэтому вы как бы неохотно соглашаетесь Следующее выражение Переводится как Переводится как Я меньшинство подчиняюсь большинству Итак, на сегодня это все Спасибо большое, что досмотрели это видео И увидимся с вами через неделю Хорошего вам дня Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»